Богатая история, красивые пейзажи и сельскохозяйственные угодья – так можно описать Стромаинский район Ульяновской области. В муниципалитете трудится много фермеров, функционируют дома отдыха и турбазы. Жители соглашаются, богатые природные ресурсы и туризм – важные направления в развитии района. Поэтому на прошедшей стратегической сессии прозвучало много предложений по благоустройству, созданию музеев и творческих пространств. Я сама живу здесь, я планирую ездить в эту семью, звать детей, и мне бы хотелось, чтобы мои дети росли в развитом районе, где есть, ну, куда стремиться. Хореограф Екатерина переехала в село Красная Река шесть лет назад, создала свой хореографический коллектив и обучает местную детвору танцам. Девушка отмечает, если каждому найдется дело по душе, люди будут оставаться. У нас есть колледж, училище. Нужно создавать более современные профессии, на которые нужно учиться. Также говорили про айтишников. У нас очень много молодежи в районе, которые этим и интересуются. Но здесь нет возможности этому обучиться. Поэтому люди уезжают, и, скорее всего, там, где они учились, они уже там и остаются. Жители высказали и проблемы, которые беспокоят многих. К примеру, отсутствие медицинских специалистов в районной больнице. За лето уволилось много медиков. Кадров не хватает. Но в то же время у нас нет ни должной лаборатории, то есть лабораторные исследования сделать здесь невозможно. Нет специалистов, таких как хирург, ортопед и так далее. То есть, вот, например, я мама ребенку, моему сыну три с половиной года. И обследоваться, к сожалению, в нашей больнице невозможно. Приходится ездить в город частично, платно, частично по направлению. То есть, здесь детей, как минимум, лечить невозможно. А вот заведующая Староменским краеведческим музеем Марина Регентова попросила городоначальников обратить внимание на объекты культурного наследия, которые находятся в плачевном состоянии. Это старинные дома, находящиеся в центре Старой Майны. Вот один из самых важных домов – это дом у нас купца первой гильдии Павлищева. Павлищев был большим меценатом. И когда в 1864 году Симбирск был подвержен пожару, как раз вот купец деньги, на свои деньги он восстановил третью часть Симбирска. У Старой Майны богатый исторический потенциал. Это отметили эксперты. А рядом Волга и красивый залив, богатая природа. Но инфраструктуры и комфортной среды не хватает. Жители поделились идеями, как облагородить их район. Это и сделать центральный пляж, где можно купаться без опаски, и открыть зоны отдыха для всех желающих.